Станет ли последний месяц лето жарким не только по календарю и прогнозам синоптиков? Сегодня в гостях у послеслоя политтехнолог Андрей Патрицын. Приветствую и вас. Приветствую. Вот сами-то вы, Андрей, верите в мистическую особенность августа или исходите прежде всего из личного практического опыта? И что он в таком случае вам предсказывает? Будет ли жара политическая в этом месяце? Ну, насчет мистической составляющей я бы тут воздержался от каких-то оценок. Не моя эта сфера. По поводу того, что август всегда концентрирует внутри своей календарной сетки какие-то чрезвычайные события, там, черных лебедей и прочие вещи. Но, к сожалению, такова данность у нас, если брать статистику, то, наверное, действительно август самый такой тревожный месяц. По поводу политических эксцессов или каких-то экстраординарных событий, которые, ну, вот, предполагаются в этом августе, я бы здесь к этому относился достаточно спокойно в том смысле, что, ну, ничто не предвещает каких-то политических кризисов именно, ну, в прямом смысле слова. То, что мы сейчас находимся внутри и в мейнстриме глобального экономического кризиса в России, это факт. И то, что процессы кризисные будут продолжаться развиваться в августе, это тоже факт. А вот политики у нас как не было, так и нет. Замеры показывают, что вот в минувшем июле политическая активность упала еще на 17%. То есть, соответственно, как бы, ну, вот эта зачищенная в ноль поляна, она, собственно, и не рождает никаких ни цветочков, ни осинок, ни апельсинок, ничего, да? То есть, как бы, абсолютная пустошь. И, ну, то, что мы наблюдаем, вот эти оставшиеся полузасохшие, значит, растения в виде четырех парламентских партий, вот сейчас они будут у нас пытаться колоситься в августе, но не знаю, насколько удачно у них это получится. Что-то грустновато, конечно, получается, но, тем не менее, давайте будем, так сказать, вспоминать события минувших дней, минувшей недели, о чем построена, в принципе, программа «Послесловие». Вот кое-кто из политических экспертов обратил внимание на отсутствие минувший вторник на очередном заседании Общественной палаты Республики, посвященном контролю за ходом сентябрьских выборов представителей трех основных федеральных парламентских партий, исключая, конечно же, местное отделение на России. И Башкирский Реском, КПРФ, и ЛДПР, и руководитель фракции Справедливо-Россов в госсобране Курултае Владимир Нагорный дружно посетовали позже на неприглашение их со стороны организаторов совещания. Вот как вы полагаете, это просчет со стороны Общественной палаты, или же был определенный у нее умысел? — Тут, как обычно у нас в Ашкире, стечение обстоятельств, как правило, не в пользу действующих властей последние три года. Ну, во-первых, интеллектуальный уровень Общественной палаты находится на столь низкой отметке, что я вполне допускаю, что там просто забыли о существовании еще трех парламентских партий. Ну, вот понимаете, если вы списочно пробежитесь глазами по Общественной палате, там вот эти все родственники рэперов, бывшие несостоявшиеся блогеры и ЛГБТ-активисты, вся вот эта вот пестрая компания, они, конечно, совсем не в повестке, не в теме. Да, у них там есть некие администраторы в виде Шамиля Валеева, но он, например, абсолютно радиоуправляемая фигура, то есть мы видим, может, команда не поступила, а может, канал упал. Это, с одной стороны, одна из причин, а вторая, конечно, причина более фундаментальная. Сами вот эти вот парламентские партии ЛДПР, КПРФ и Справедливая Россия настолько оказались в ничтоженной позиции в последние годы, и эта позиция все снижается, что, ну, порой они становятся до неразличимости слившимися социополитическим ландшафтом, исполняя сервисные службы при «Единой России», все эти три партии, которые, каждая из которых что-то изображает, как будто бы какую-то оппозиционность, на самом деле ничего подобного не происходит. И тут подсознательно общественная палата Республики Башкортостан совершила интуитивно верное действие. Она просто проигнорировала существование вообще этих трех партий, что по содержанию верно, а по сути, конечно, наверное, неверно, потому что, ну, они же имитировали там какой-то демократический процесс, собственно, вся общественная палата наша — это огромный симулятор, который изображает для населения Башкирии некую демократическую практику. Ну, вот так получилось. У нас, мы здесь живем в такой глубокой провинции, что у нас все в разы гипертрофируется вот эта вся вот глупость и показуха. Надо отметить, что, например, на федеральном уровне соглашения о, как бы, обеспечении честных прозрачных выборов были подписаны на федеральном уровне, а вот на региональном уровне нет. Ну и, в общем-то, действия общественной палаты — это отображение этой всей картин. Вот, Андрей, припоминаете, вот когда-то почти вот традиционно накануне значимых выборов в республике инициировали подписание так называемой харти о проведении честного голосования. Вот скажите, сегодня уже отпала необходимость сделать хорошую мину при плохой игре? Мол, и так понятно, что даже с учетом последнего рейтинга в ЦИО о партии власти по стране 27 с хвостиком, по-моему, процентов, если я не ошибаюсь, тем не менее, победит Единая Россия. И победит, причем, с оглушающим успехом. Ну, отчасти вы правы в том, что власти окончательно потеряли всякий стыд в том смысле, чтобы даже не пытаются имитировать там какую-то благопристойность и какие-то правила, да, то есть, вот отмена вот этого соглашения о честных выборах, да, которые ритуально каждый выбор у нас подписывал, здесь собирались всякие там Игнатьевы и прочие, значит, малоизвестные и малопонятные политические деятели, теперь они решили, что вообще этого не надо делать. Ну, что это лишняя суета, только минеральную воду переводить на все эти разговоры, да, то есть, вот, сидеть за столом и потеть в Джакарс. То есть, ну, на мой взгляд, это такая крайняя стадия уже вот бесстыдства, когда и даже изображать решение нецелесообразно. То есть, ну, так вот, это давность, с которой мы сейчас живем. Но ведь такая тактика наша может привести к обратному результату. Те же партии, которых сегодня, скажем, и на Россию не ставят ни во что, в конце концов могут как бы так спрянуть, возмутиться и сказать, да мы же тоже что-то можем в этом мире. Нет, нет, не может это к этому привести, потому что все трезво оценивают потенциалы и возможности вот этих вот, ну, как бы оппозиционных, как бы парламентских партий. Ну, давайте трезво взглянем и трезво ужаснемся на, ну, кондицию, скажем, там, КПРФ в Башкирии, на активность и участие в политической жизни ЛДПР в Башкирии, ну, и справедливая Россия и же с ними. Соответственно, у них нет никакого потенциала ни человеческого, ни электорального, чтобы сделать что-то существенное в плане, ну, вот там, возмущения или какого-то там, ну, какого-то противостояния, активного, серьезного противостояния, по крайней мере, в том составе, который существует вот на данный момент. Это раз. Второе. Единой России лишний раз сейчас вообще не надо нигде появляться. Это общая сейчас концепция, то есть даже кандидаты от Единой России зачастую, сейчас вот общаясь с избирателями, уже начался этот процесс, они скрывают то, что они баллотируются от Единой России, то есть, ну, уходят от ответа, лишний раз это не афишируют, минимизировали там символику и прочее, прочее. То есть, это очень такой тревожный симптом для партии власти, она должна понимать, что ей, ну, приходит крышка в том смысле, что еще год-полтора назад надо было делать ребрендинг, так как это было сделано в предыдущей итерации, ну, чтобы вот не вызывать уже рвотных рефлексов у большинства населения. Потому сейчас они минимизировали вот это присутствие в политическом поле, то есть вот, потому что сейчас, если партия Единой России созовет, там, подписание соглашения о честных выборах, это будет, ну, по меньшей мере смешно, а по большей мере, наверное, возмутительно. Потому что мы прекрасно знаем, что именно из недр партии Единой России, из ее идеологических основ и из ее административного влияния исходит основная масса всех нарушений на выборах прошлых лет. Ну, я, конечно, улавливаю, так сказать, в вашем голосе определенный скепсис. Скажите, пожалуйста, вот вы человек, ну, достаточно информированный вот в этой сфере. Скажите, вот именно вот этот ваш скепсис, он присутствует только вам, или вот эксперты, ну, регионального, скажем даже, уровня придерживаются такой же позиции? Ну, это скорее общее понимание ситуации, то есть это не мое личное отношение к партии Единой России, то есть я всего лишь даю оценку той ситуации, которая сложилась, я не одинок абсолютно в этой оценке. Существует несколько уровней статистических оценок, доверия, например, партии власти и властям на местах, и там верховной федеральной власти. Вот вчера вышла публикация о исследованиях Левадо-центра, которая говорит, Левадо-центр, мы должны с вами оговориться, что эта организация признана иностранным агентом. Обязательно, да. Так вот, было признано то, что за июль месяц, например, рейтинг Владимира Путина упал с 34 до 31%. Ну, что тут говорить уже о рейтинге Единой России на местах, ну, то есть чем дальше влез, тем толще партизаны, как известно, да, то есть я имею в виду прямую зависимость удаленности от федерального центра и идиотизма местных начальников, да, то есть, как бы, чем дальше регион удален от федерального центра и от хоть какого-то скопления мозгов, соответственно, ну, вот и реакция населения такая же. То есть, я говорю, вот один из кандидатов депутата от Единой России, я не буду называть его фамилии, мне рассказывал о том, что, когда люди узнают, что он баллотируется от Единой России, он вынужден выслушать, ну, огромное количество, в том числе, и нецензурных репитетов, свой адресовый адрес своей партии, ну, слава богу, еще не доходит до рукоприкладства, но где-то очень близко к этому. То есть, это прямое столкновение между кандидатом от Единой России и электоратом. Вот так оно примерно выглядит. Ну, естественно, ну, вот, возвращаясь к вопросу, почему не было собрано это совещание, естественно, Единой России сейчас очень невыгодно лишний раз выбегать в медийную повестку, но исключение составляет только Рустам Маратович Ахмадинуров, который, видимо, абсолютно выпал из повестки и понимание, что происходит, без конца самопиарится и заодно еще наносит какой-то чудовищный вред для своего исполкового партия Единой России в Башкирии, он у нас везде каждый будет в затычке. Ну, это оставим на его личной совесть. Нет, нет, мы к одному случаю, конечно, вернемся, наверное, сегодня в ходе эфира. Пока что мы, Рустам Маратович, наверное, чуть-чуть оставим в покое ненадолго. Вот скажите, пожалуйста, получается так тогда, что вы, отвечая на мой первый вопрос, потому что общественная палата сознательно проигнорировала приглашение представителей основных федеральных партий на то совещание, тогда объясните, пожалуйста, позицию представителей этих партий, которые говорят, что вот нас не приглашали. То есть их действительно не приглашали или они понимали, что, в принципе, их участие на этом совещании, будем называть его так, в большей степени неуместно? Да нет, но эти совещания и раньше были абсолютной формальностью и абсолютной показухой. Ну, то есть собрались люди, договорились о том, чтобы вести выборы честно, и разошлись, и начали их вести нечестно. То есть всегда было вот так. Почему бы этому быть по-другому в этом году? Нет. Здесь феномен в том, что их и даже и не собрали. Вот это важно. Но я еще раз говорю, это может быть как просто обычная глупость на местах, которая у нас широко практикуется, так и злой умысел в том плане, чтобы не высовываться лишний раз. А то, что они могут предпринять какие-то активные действия в ответ, нет, нет, я даже не допускаю этого. То есть никто из этих маленьких партий, МИД ЛДПР, КПРФ и Справедливая Россия, всерьез и резко и объективно не в состоянии выступить против позиций Единой России. Почему так? Они являются, по сути, их придатками. Они сервисная служба. Понимаете, взять, например, КПРФ, это сервисная служба Единой России, которая обслуживает вот этот упоротый электорат, который, условно говоря, тяготеет каким-то архаичным идеям конца 18-го, середины 19-го веков. То есть идеология Карла Маркса, ленинизма, сталинизма, троцкизма. То есть вот эти идеи кому-то запали в голову. Есть определенное количество людей, которые их исповедуют. Вот партия КПРФ обслуживает вот этот электорат, но, повторюсь, в пользу Единой России. Вот, собственно, их основная функция. Они не могут никак противостоять Единой России, не собираются. Они находятся на обеспечении из государственного бюджета, имею в виду партии, вот эти все. Они получают легально огромные суммы денег, если это миллиардов рублей, на содержание партии, но как они могут пойти против этой власти, которую, собственно, олицетворяет Единой России. Нет, вы, конечно, по-своему право говоря о том, что действительно вот такое расслабление существует на верхних партийных эшелонах, но ведь в конкретные партии, в тот же КПРФ, ЛДПР, «Справедливый Россий» на местах ходят реальные люди, простые люди. Они же ведь искренне верят. И тут ваши слова ими могут быть восприняты, ну, как бы, скажем так, может быть, если не как оскорбление, но, как бы, скажем так, ну, плевок в душу, нет? Нет, я говорю не о рядовых членах, я говорю именно о идеологии самих партий, об их модусе операнди, о том, как они действуют. То есть в конечном итоге действия партий в целом по стране вот этих партий, трех, о которых мы говорим, являются сервисной службой в отношении власти и партии Единой России. Да, конечно, на местах очень много честных людей, которые входят в те или иные партии и искренне полагают, что они могут принести пользу там региону, родине, улучшить власть и так далее. Но они либо еще не поняли, как работает этот механизм, либо стараются как-то игнорировать, пользуясь вот этой вот технологией малых дел, что мы на месте здесь какую-то пользу принесем. Но, например, вертикальная интеграция в партии КПРФ не позволяет, в принципе, иметь какое-то инакомыслие, потому что там существует позиция партии, существует, значит, там, принципы партийного руководства, руководства, которые мгновенно реагируют на любое, значит, инакомыслие и там исключают из рядов тех, кто хоть сколько-нибудь там, ну, противостоял общей концепции партии. Повторюсь, общая концепция партии вот этих вот, и в частности КПРФ, это обслуживание интересов партии власти и власти в целом. Но мне как-то удалось поприсутствовать на небольшом форуме Башкортостанского регионального, ой, Рескома, Башкортостанского Рескома КПРФ, я там видел много молодых лиц, они, в принципе, верят в то, что они говорят и верят в лозунги, которые слышат они со сцены. Вот им-то как быть? Ну, я не берусь не давать оценки этим молодым людям, хотя КПРФ это партия с наименьшим процентом молодых членов. На самом деле это самая возрастная партия, которая, ну, если брать относительно других партий, вот, там, ЛДПР и справедливая Россия, не берусь давать оценку их мировоззрения. Во-первых, их право верить в это. Многие верят в то, что земля плоская, некоторые верят в то, что она стоит на трех китах и прочее, и прочее. То есть некоторые верят в то, что скоро рухнет американская экономика или верят в то, что солдаты НАТО стоят у наших ворот. Это ради бога, это пожалуйста. Это вопрос некомпетентности, это вопрос необразованности, это вопрос неспособности самостоятельно мыслить, но не в наших с вами компетенциях и, наверное, правилах влиять на эти вещи. Это, как правило, взрослые полувозрелые граждане, которые, ну, как минимум, имеют право на залуждение. Но, повторюсь, в стране, в принципе, есть запрос на участие в политических силах, но так как власти тщательным образом огораживают вот эту поляну и не позволяют появиться, например, у нас запрещено вообще, в принципе, существование региональных партий. То есть мы не можем создать там какую-нибудь партию, там, новый Башкортостан. То есть закон запрещает, да, региональные партии, только федеральные. А на пути создания федеральной партии стоит огромное количество административных припоев. Я прервал вас, Андрей, на мысли, которую вы начали развивать перед уходом на информационную паузу. Пожалуйста, продолжайте. Собственно, мы, наверное, уже закончили эту мысль, да? Речь идет о том, что каждый вправе исповедовать ту идеологию, которую он исповедует, если только она находится в рамках законодательства и приличий. Но, возвращаясь к тому вопросу, что вы задали, будут ли вот эти партии, которые не приглашены были на вот эти всевозможные подписания и меморандумы, что-то активно делать, мой прогноз, что нет. Понятно. То есть учитывая их позицию. Понятно. А что вот следует ждать в августе от малочисленных партий-новичков, допущенных к выборам? Или они все, как утверждают прожженные эксперты, это тоже пятая колонна самой партии власти, признанная распылить по итогам выборов цифры от главных политических игроков, конкурентов России? Безусловно, это так, потому что, честно говоря, меня удивило, что в этом сезоне опять попытались успешно создать вот эти вот микропартии, микропрослойки, всякие вот эти новые люди и старые песни. То есть о том, что даже наш избиратель, очень невнимательный избиратель, который обладает очень краткой памятью, не может анализировать и не хочет вообще в все это погружаться, даже этот избиратель вдруг обнаружил, что ему опять посовывают очередную Ксению Собчак. Ну, только в другой итерации, иногда с бородой и с рульем. Но, собственно, это та же самая Ксения Собчак, просто немножко переодета и изменили пол. Вот, но, безусловно, эта технология уже не работает. Кроме всего прочего, период, когда были созданы и запущены эти партии, так краток, то он технически, в принципе, не может собрать, ну, сколько-нибудь ощутимую аудиторию. То есть, да, какие-то единицы, особенно дезальтированных юношей и девушек, очаровались партией, там, «Новые люди». Точно так же, как было с партией «Роста», которая тоже очаровала некоторые, там, полпроцента населения, население, которое, там, увидело Читову, он им понравился, и они, значит, за ним пошли голосовать. Все. То есть, это, конечно, ерунда не работает, это деньги на ветер, это, ну, может быть, подстраховка какая-то, может быть, действительно, очень уж детальная сегментация электората, но, на самом деле, это, конечно, пухтый хлоп. Но ведь нельзя же их, так вот, по-отечески курируют из Москвы, потому, наверное, они должны выполнять определенную миссию, растаскивать голоса. Вот такую версию высказывают очень многие. Наверное, должны, но они исполнят. Вот о чем я говорю. То есть, да, задумка-то именно такая. То есть, технологически это выглядит так, что есть люди, которые не верят партии «Единая Россия», не готовы исповедовать коммунистических идей, не понимают, что такое справедливая Россия, и с отвращением относятся и к ЛДПР. Что нам делать, ну, условно говоря, сидит там какой-нибудь Сергей Владиленович Кокириенко и думает, что нам делать вот с этими прослойками людей? Они начинают возрастать, эти прослойки. Окей, запустим им симпатичную партию под названием «Новые люди». Там будут веселые ребята, умытые, современные, с гаджетами, со всеми делами. Будут они рассказывать о том, что им нужна новая Россия, но не вдаваясь в детали, да, не то что Навальный и прочее. Значит, и вот идея такова. Но, повторюсь, в тот период, в тот краткий период времени, пока существуют вот эти новые, значит, имитаторы, даже этого периода недостаточно, чтобы, ну, хоть сколько-нибудь собрать, там, ну, ощутимый процент. Мы же говорим о больших цифрах, мы не говорим о, там, двух-трех десятках юношей бледных с отзором горящим, мы говорим о том, что эти партии должны привлечь, там, например, какой-нибудь миллион избирателей по всей России. Например, да, хотя бы. Ну, хорошо. То есть так, что нет, я настаиваю на том, что это пустое. Понятно. Ну, вот тогда вот поясните мне, пожалуйста, вот как политтехнолог обывателю, недалекому обывателю, вот как нынче возможна победа единой России на выборах, когда вот две главные дамы ЦИКов и сама федеральная Элла Памфилова и наша башкирская Илона Макаренко клянутся, что на этот раз все будет по-честному. Вот придумана новая технология, получается, или как? Или, мягко говоря, удивление электората вот высокими показателями партии власти после вот 19 сентября уже пустой звук, который вот, ну, безостенчиво можно не брать в расчет. Ну, вы, собственно, ответили на свой вопрос. Единственное, что нужно его дополнить тем, что когда эти две дамы говорят о том, что выборы будут честными, они просто врут. Вот, и все. Все очень просто. Здесь мы сейчас перешли в базу абсолютно простых решений и абсолютно простых действий. То есть никаких экзотических, изощренных новых технологий, еще чего-то не будет. Будет просто банальное переписывание итоговых протоколов. Вот только что в перерыве прозвучало, что только 22% россиян готовы пойти на выборы. Это данные в ЦИОМа от сегодняшнего числа. 22%. Вы понимаете, да, что? Ну, может быть, к выборам этот процент возрастет еще там на 7, на 8. Хорошо, 30%. Выбор в Государственную Думу будет совершен менее, чем третью избирателю. Все остальное будет нарисовано. Власти, конечно, очень беспокоятся о том, что это нелегитимность. Это в чистом виде нелегитимность. Когда абсолютно меньшинство выбирает власть, большинство однажды может сказать, а мы не голосовали. И вот это большая угроза для легитимности власти. Такое случилось у нас на Болотной площади. Значит, вот тогда именно такой тезис и вышел. Люди вышли с тезисом, мы не голосовали. Вот за это вот, то, что нам показали. Ну, то есть вот эту вот в Государственную Думу, которую им явили по результатам выборов, они отвергли не потому, что она плохая, а потому, что они за нее не голосовали. Вот это очень большая угроза для власти. И основной задачей после 19 сентября будет в общем не объяснение того, каким же образом замечательная Единая Россия набрала там 75, а то и 80% на таких республиках. Главная задача будет объяснить, что все ходили. Это ваш выбор. Сами виноваты. Вот что будет главное для Эллы Александровны и госпожи Макаренко. Вот не знаю, как они будут справляться и как они будут убеждать. Возможно, по всем каналам будут запущены там эти почки вереницы роликов, где будут веселые, румяные россиянцы рассказывать, как они замечательно сходили на выборы. То есть переубеждают то большинство, которое на выборы не пойдет. Ну вот вы крутой спец, ну собаку сили на этих политтехнологиях. Вот тогда дайте простой элементарный совет тем, кто нас слушает и решает для себя, стоит ли идти на голосование по выбору депутатов тоже в Госдуму, оторвать себя от дивана в один из трех сентябрьских дней, или лучше заняться более полезными, хозяйственными хлопотами, вот на радость того же Александра Сидякина, главного за сокрушительную победу башкирских назначенцев, российский парламент, один и Россия, который, не исключая, будет наверняка рад малолюдию на избирательных участках. Это вопрос, который мы задаем себе каждые выборы, и каждый раз мы находим на него ответы. Понимаете, здесь есть в обе стороны ответ нет. Не ходить на выборы украдут ваш голос. Ходить на выборы, увеличить явку и легитимизировать те результаты, которые в конечном итоге нам явят Элла Александровна и госпожа Макаренко. Понимаете? То есть и то, и другое приведут, в общем-то, к одному и тому же результату. Есть, конечно, один способ, который я использую, и который я не буду рекомендовать нашим радиослушателям, потому что, ну, хотя, потому что никто не вправе рекомендовать такой способ. Я расскажу, как делаю я. Вот это я вправе сделать. Я иду на избирательный участок, и я делаю бюллетень недействительным, потому что я не хочу, чтобы его украли в пользу Единой России. Это единственное, что я могу сделать. Ну, лично я на этих выборах, например, ну, проявив свою политическую и гражданскую позицию. То есть проголосовать ни за одну из партий я не готов, но и подарить свой бюллетень в чистом пустом виде. Однажды я поймал за руку избирательную комиссию, которая проголосовала. Я пришел бы с пяти минут до окончания голосования и обнаружил, что за меня уже проголосовало. Вот этого мне бы не хотелось. Это уже совсем паскутство. Это совсем стыдная история, которую мы, ну, во многом, многие из нас позволяют делать с собой. То есть это какое-то, знаете, такое политическое изнасилование. Когда берут ваш бюллетень, за вас еще и голосуют. Вот этого, наверное, допустить нельзя. А вот призывать голосовать за какую-либо партию, я бы пока постерегся. Я беседовал с представителями разных парламентских партий, которые имеют отношения к нашей республике в виде региональных отделений. Они все в один голос мне говорят, что мобилизуют очень большое число наблюдателей, которые будут следить за этими делами. Может быть, как раз это и есть один из способов за счет наблюдателей, ну, как бы, скажем так, сделать выборы более прозрачными и более убедительными? Я вам скажу больше. На самом деле, это единственный способ во всем мире и везде сделать выборы прозрачными и убедительными. Я однажды присутствовал на выборах в Албании, и там было 72 политические партии в бюллетне. Ну, так бывает в некоторых молодых демократиях, и от каждой партии были наблюдатели. То есть, это была такая толпа людей, которые постоянно присутствовали на избирательном участке, и там, безусловно, нельзя было допустить каких-то нарушений, ну, таких, как вбросы, например, да, или еще что-то там. К сожалению, каждый год, каждый, вернее, избирательный цикл наши все партии бодро рапортуют о том, что они мобилизуют сотни тысяч и миллионов наблюдателей, потом они этого благополучно не делают. И, в общем-то, вот это наблюдение остается на нуле. У нас в Башкирии сейчас складывается совершенно ужасная ситуация, в том смысле, что наблюдение циничным образом поручено все той же общественной палатой, а вот это полностью подконтрольная Хабирова и Единой России общественная палата естественно обеспечит то наблюдение, которое им и нужно. То есть, ну, подобный, ну, так сказать, совсем уже запредельный цинизм я, честно говоря, не встречал нигде. Сначала формируешь общественную палату под руководством господина Мурзагулова и насыщаешь ее вот этими абсолютно подконтрольными управляемыми людьми, а потом этой общественной палате поручаешь организовать наблюдение, при том, что, например, даже там Шамиль Валеев, который один из руководителей, руководитель аппарата общественной палаты, он одновременно еще и кандидат от Единой России. Но это уже совсем за гранью, то есть вот прочее, прочее. И вот этот Шамиль Валеев, управляя аппаратом общественной палаты, будет обеспечивать независимые наблюдения, будучи кандидатом от одной из партий. Ну, простите, тут уже даже совсем за гранью такого-то приличия, каких-то, значит, норм вообще, в принципе, политических приличий. Да, наблюдение эффективно. Нет его у нас в России, нет. Вот вам два тезиса, наоборот. Вот мы уже за последнее десятилетие нахватались от этих терминов и приемов, которые используются на выборах. Это автобусы, карусели, сейчас еще новое появилось голосование на пеньках. Как вы думаете, вот в этих сентябрьских выборах какие технологии будут более чаще всего применяться? Потому как вброс, когда вот какая-то бюджетница под юбкой или под кофтой несет пачку в бюллетене, пытается впихнуть? Или это будет совершенно по-другому? Тиши кабинетов, переписывание протоколов. Как это будет выглядеть? Во-первых, у нас все размыто трехдневным голосованием. То есть в течение трех дней значительно проще. То есть напряжение для членов избирательных комиссий возрастет втрое. Значит, люди за один-то день, ну, фактически за сутки выборов, потому что они остаются до ночи, сидят там до глубокой ночи, а то и до утра следующего дня на некоторых участках. За сутки-то люди изматывались там до нельзя, да? Учитывая, что это все-таки врачи, учителя и какие-то местные, значит, доверенные лица глав администрации, они, конечно, устают. За трое суток им вообще будет сложно находиться здравоумение, твердой памяти. это первое. Но я все-таки предсказываю, то есть, как вот сегодня как дежурная гадалка, предсказываю все, что основная масса нарушений, конечно, будет в сфере итоговых протоколов. Недопущение контроля над ними, недопущение по цепочке пересчета голосов, это будет основная охранительная функция Центра сберкома и судов, с которыми сейчас будут проведены подготовительные работы, чтобы не допустить разрешения судебных разрешений на пересчет голосов, не дай бог вскрытия мешков с блютнями, потому что были такие попытки единичные, скрыть мешки с блютнями и пересчитать, проверяя итоговые протоколы, но, например, в Нефтекамске это привело к пожару в том помещении, в котором хранились мешки с блютнями, видимо, бюллетени так напрягались внутри, что загорелись сами, но в момент, когда суд дал разрешение на пересчет, мешки загорелись и бесследно начали через да. То есть, до этого, конечно, не дойдет, я думаю, но я думаю, что основной задачей, основной функции Илона Макаренко будет недопущение пересчета бюллетней из мешков, недопущение эффективного контроля за итоговыми протоколами и вот этот весь одобрянс, который решает. Вот когда вы упомянули пожар на Востекамске, вы упустили еще один знаменитый пожар 2003 года, когда в Уфе горели дополнительные тиражи бюллетеней, ну да ладно, это уже дело прошлое, но мы об этом помним. Да, тут, конечно, не, надо помнить обязательно о том, что Радик Таритович, родоначальник башкирских избирательных технологий, так называемых, это не пустой термин, он существует в политологии, он упоминался в некоторых документах британской разведки, которая анализировала здесь ситуацию электоральную в России, в Башкирии в частности, и именно Хабиров считается неким родоначальником источником вот этих вот волшебных башкирских избирательных технологий, которые обкатывались в Башкирии, еще при Рахимове, прежде чем быть примененными по всей России. Тогда еще молодая путинская власть еще училась, еще экспериментировала, исследовала, и Хабиров был высокоток в этих процессах. Нет, у нас вообще республика уникальна, у нас талант на таланте, мало сегодня, наверное, кто знает, что знаменитый ННН было придумано тоже у нас в республике, нашим выходцем Букаевым. Они были придуманы, Геннадий Иванович Букаевым. Да, так что мы, у нас есть талантливые люди в этом отношении. Вот еще один такой случай многих на минувшей неделе позабавил откровенность в соцсетях главного башкирского ядро Сахмади Нурова после первого заседания некого штаба по общественной поддержке кандидатов от партии власти, созданного при общественной приемной Единой России под началом Эльбирает Куловой, которая заседает, также, кстати, собравшись в Госдуму восьмого созыва. Вот вы в курсе слов Рустема Маратовича, мол, рабочие, колхозницы и кухарки это, мол, КПРФ, у нас одна элита. Вот он это сглупо ляпнул или Ахмади Нурова уже переполняет то чувство самоверенности в легкой их победе их назначенцев? Ну, я уже комментировал слова Рустема Маратовича. Еще раз оговорюсь, что я не лечащий врач Рустема Маратовича. Я не практикующий нарколог или психиатр. Потому с нятной оценки действия господина Ахмади Нурова я дать не могу. По крайней мере с медицинской точки зрения. То есть когда раздаются голоса о том, что он там выжил из ума, спятил там, помешался или находится в состоянии какой-то абстиненции, я не поддерживаю это мнение, потому что я не знаю точно. А то, что нам кажется, это то, что нам кажется. То, что Ахмади Нуров наносит совершенно какой-то трофический ущерб и без того низкому рейтингу и авторитету Единой России в Башкирии это, ну, для меня лично научный факт. То есть практически каждое высказание Рустема Маратовича это резонанс, это всегда позор, это оправдание, многостраничные, вялые, путаные оправдания, которые последовали вслед за вот этим высказанием. Оскорбится ли кухарка, рабочий и колхозник вот этим словам Ахмади Нурова я думаю, что нет. Но свою лепту в преумножение ненависти в партии Единой России конечно Рустем Маратович вносит. Ежедневным тяжким трудом судя по всему ему это дорого дается, потому что ну, наверное, это не просто для человека. Будучи профессором, человеком формально образованным, Ахмади Нура позволяет себе вот такие просчеты, что ставит, наверное, большой жирный знак вопроса в качестве его и докторской, и кандидатской диссертации. То есть как же так, как же он служил в очистке, позвольте, да? То есть после этих слов у меня ставят такой вопрос. Но еще раз повторю, это, наверное, вопрос не нашей компетенции, пускай там научные советы или политсовет партии «Единая Россия» дает оценку деятельности господина Ахмади Нурова. Лично я аплодирую стоя Рустема Маратовича, потому что настолько развеселить, позабавить вот такую пустую, безмолвную, политическую, значит, картину в Башкирии удается немногим. Рустема Маратовича это регулярно удается. Так что долгое ему лето на этом посту, пускай веселит и радует нас дальше. Ну, кстати, вот комментирую, вот его высказания, многие вспоминали слова Радия Фаридовича, который сказал, однажды, что с такими друзьями врагов не надо. Я, кстати, эти слова, они были сказаны на Зауральском экономическом сабанду, а я сам был там в зале и слышал эти слова. Ну вот, как вы считаете, первое, накажут ли главного башкирского ведро за эти слова? И как это скажется в принципе на предвыборной тактике самой партии власти? Я начну с конца. Значит, никак это не скажется ни на какой тактике, потому что тактики какого не существует вообще. Партия Единая Россия в Башкирии надеется и рассчитывает только на административную реку. Все то, что я вижу и знаю о том, что происходит сейчас в штабе, то, что делает господин Мельников и прочие призванные специалисты туда, это сидеть тихо, не высовываться, все само собой случится. Примерно такая тактика. Так что, слова Ахмадинурова на этом аспекте не скажется никак. Отвечая на первый вопрос, накажут ли Ахмадинурова, я думаю, что и Хабиров, и его окружение уже давно сделали совершенно однозначный вывод о пользе, пригодности и интеллектуальном уровне господина Ахмадинурова. Я не думаю, что сейчас последует какое-то наказание прямо сейчас, потому что сейчас, ну, в разгаре избирательный период, сейчас на переправе не то, чтобы лошадей не меняются, но даже ословки не меняются, потому что ситуация такая вот, соответственно, ничего не будет Ахмадинурову, но потом произойдут достаточно серьезные изменения, я имею в виду, потом это где-нибудь в конце октября, когда все затихнет, и успокоится, вот тогда, конечно, какие-то выводы должны быть сделаны, хотя бы потому, что они не могут быть не сделаны, чаша терпения, в том числе и самого Хабирова, я полагаю, что переполняются терпения, впрочем, вот этими куровными, так что, извините. Кстати, вот одна из публикаций тоже минувшей недели, я не помню, где-то я прочитал, по-моему, в пруфу, в ДТП пострадал председатель правления Башпатрия Союза, и якобы излагалась такая версия, что он является кошельком Сидякина по выборной тактике, это вам такой факт известен, и чем может это, скажем, аукнуться партии власти? Я давно уже не шарился по карманам у Александра Геннадьевича, потому не могу точно сказать, где там чьи-то швейки расположены, но вполне себе допускаю, что, как правило, Единая Россия и вообще партия власти, которая предшествовала Единая Россия, это вообще национальная российская традиция опираться на какие-то крупные предприятия, используя их в качестве формальных и неформальных способов. Так что, вполне себе допускаю, но у меня такой информации нет. Понятно, но как вы полагаете, в результате всей этой предвыборной работы в августе, в сентябре удастся ли Сидякину претворить задуманное, то есть протащить в Госдуму всех тех, кого он назначил? Ну, начнем с того, что Александр Геннадьевич, пожалуй, обречен на успех той конструкции, которая сейчас сложилась в Башкирии, и это вовсе не его заслуга, это скорее заслуга самого Хабирова, который выстроил вот эту схему. Мы же помним, что и Сидякин, и Хабиров в конечном итоге попали в избирательные списки не сразу. И с самого начала, и в общем-то, и не планировали это делать. Для Сидякина это скорее удачный побед из начинающего становиться токсичным региона. Для Хабирова это чашкая обязанность, формальность, которую его обязали предпринять, но независимо от действия Александра Геннадьевича Сидякина, результат Единой России будет нагнетаться в Башкирии согласно тому заданию, которое поступило из Белого дома. Короче, если мы, вот завершая разговор, буквально коротенький ваш ответ, я начал с того, что август будет, будет ли жарким в политическом плане, вот буквально в двух-трех словах. Ваш прогноз? Думаю, что нет. Мы не видим никаких дебатов планированных, мы не видим никакой активности общения с избирателями, дело в том, что, ну, я уже повторюсь, Единой России просто опасно сейчас. Спасибо. Спасибо.